Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Образовательные учреждения начнут свою работу 1 сентября в очной форме. Это и другие вопросы обсудили сегодня на традиционном августовском совещании. Насколько школы Черкесской готовы к началу учебного года? Что будет учитываться в сложившейся эпидемиологической ситуации? Репортаж Вестей. Реализация проекта главы Карачаева Черкесии «Кадровый резерв» сейчас проходит второй полуфинальный этап онлайн-тестирования конкурсантов. Спорт – норма жизни. В Карачаевске создаются все условия для приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Строится спортплощадка. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ о назначении нового заместителя председателя правительства Дмитрия Бугаева, отметив, что его профессиональный опыт будет способствовать более эффективной работе команды правительства региона. С 2018 года Дмитрий Юрьевич занимал должность министра имущественных и земельных отношений Республики. В правительстве Дмитрий Юрьевич будет курировать нацпроекты, связанные с цифровизацией, а также сферу земельных и имущественных отношений. Будут ли торжественные линейки в школах в День знаний? Как изменится система образования в этом году? Какие меры социальной поддержки окажет педагогам? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в правительстве Республики на августовском совещании педагогических работников. Подробности у Али Баташева. Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Республики в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм, отметил первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбеев, открывая совещание. Система образования нашей Республики к 1 сентября готова. То, что оперативный штаб, глава Республики принял решение, что мы будем обучаться в обычном режиме, то, что проведем линейки для первоклассников, проведем для 11-ти классников, потому что для них это праздник, и для первачей, это когда идут в первый класс, это такое событие, которое нельзя пропустить, поэтому мы сделаем. Но прошу вас соблюсти все необходимые санитарные требования, не проводить массово, допустим, по 3-4 класса. Этот год объявлен главой Республики Рашидом Темрезовым. Годом образования приоритетом является забота о будущем поколении, улучшение качества и доступности образования, усиление воспитательного процесса в учебных заведениях. С 1 сентября все школьники Республики будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Более 2-х тысяч классных руководителей получат федеральную прибавку в размере 5 тысяч рублей. До 2021 года в Республике планируют построить три новых школы на 1925 мест. С 1 сентября начнется реализация программ воспитательной работы. Это, подчеркиваю, не какая-то дополнительная бюрократическая нагрузка на учителей. Это, мы считаем, оптимизация и упорядочение всей работы. Школьники должны знать историю нашей страны, любить свою малую родину и большую, уважать следственников. Ну, это те, наверное, нравственные принципы, которые присущи человечеству. И, конечно, за эту работу дополнительную, неотъемлемую свою классные руководители с нового учебного года получат дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Все абсолютно классные руководители в количестве 2070-93 классных учителя эту выплату будут получать. Труд педагогов Республики во время пандемии получил высокую оценку на федеральном уровне. У работников образования Республики была возможность стать виртуальными участниками федерального августовского совещания в Москве и задать свои вопросы. Благодарность учителям выразили члены правительства, министерств, ведомств и общественных организаций Республики. Лучшим были вручены нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», грамоты Народного собрания Карачаева-Черкесии и другие награды. Али Баташев, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаева-Черкесия». В продолжении темы руководство отдела образования Черкеска проверило готовность образовательных учреждений в новых условиях. О том, как будет проходить обучение в школах и какие необходимые меры будут предприняты для сохранения безопасности детей, расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В новом учебном году образовательный процесс будет проходить с некоторыми изменениями. 17-я гимназия является одним из крупных образовательных учреждений Республиканской столицы. Теперь ежедневно у детей будут измерять температуру и вход будет осуществляться в несколько потоков. Также руководство отдела образования мэрии Черкеска проверило оснащенность образовательного учреждения всем необходимым для обеспечения безопасности детей. Этот учебный год у нас будет проходить с небольшими особенностями. Но первое – это особые условия организации образовательного процесса в наших новых эпидемиологических условиях. Первое – это обязательная термометрия для наших детей, разделение потоков детей на входе, обязательное расписание посещения столовой, отдельные кабинеты, закрепление кабинетов за нашими детьми и посещение педагогами, именно кабинетов, где будут располагаться наши дети, за исключением отдельных предметов. Особое внимание будет уделяться урокам физкультуры и биологии, которые в хороших погодных условиях можно провести на улице. Помимо этого, представители отдела образования мэрии города оценили состояние кабинетов и столовой. С 1 сентября дети 1-4 класса будут обеспечены горячим питанием. Часто поднимается вопрос среди родителей и об оснащенности школ необходимыми учебниками. Сусана Калмыкова заверила, что все образовательные учреждения полностью укомплектованы учебной литературой. Учебный год мы начинаем со стопроцентной комплектации учебников для начальной школы, закуплены учебники для среднего звена, необходимое количество. То есть каждая школа подала нам заявки на необходимое количество учебников для среднего звена. 100% мы укомплектованы для начальной школы. Все заявки учреждений на сегодняшний день выполнены по среднему и старшему звену. Черкесск готов выполнить поручения президента Федеральному собранию по обеспечению детей 1-4 классов горячим питанием. Наши пищеблоки, столовые абсолютно готовы к этой работе. Подготовленность к новому учебному году 17-й гимназии руководства отдела образования мэрии Черкеска оценила положительно. Сам же директор школы Мурат Эбзеев заверил, что именно грамотный подход и соблюдение всех норм безопасности позволит проведение учебного процесса в комфортных условиях. Мы 100% подготовились. В соответствии с требованиями, методическими указаниями, полностью в этих особенных условиях мы заранее все моменты проработали, подготовились. Горитм наших действий 1 сентября мы готовы принять наших учащихся, нашей гимназии. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4898. Из них 4 312 выздоровели, госпитализированы 110 человек. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Днем потеплеет до 31. В горах ночью от 3 до 8 тепла. Днем 17-22. В Черкесской переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью будет 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Продолжаем выпуск. Сегодня завершил свою работу Машук Онлайн. 23 участника, представляющие Карачаево-Черкесию, стали грантообладателями. Всего в этом году от республики подали заявки 360 человек, из которых более 100 человек участвовали в грантовом конкурсе. Карачаево-Черкесия стала второй по числу полученных грантов наравне с Дагестаном и Ингушетией. Лидером по количеству грантообладателей стали представители Ставропольского края. В рамках онлайн-форума Машук-2020 участники и представители представляли свои проекты в таких номинациях, как добровольчество, инициативы творческой молодежи, студенческие инициативы, развитие социальных лифтов, порт ЗОЖ, туризм, патриотическое воспитание, крепление семейных ценностей, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие и молодежные медиа. В республике продолжает свою работу полуфинальный этап проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв». О целях значимости, о необходимости его формирования, а также насколько он реален и где гарантия того, что будет проводиться честно, расскажет Альбина Ламкова. Проект «Кадровый резерв» – это открытый конкурс для жителей республики, который реализуется с февраля этого года. На начальном этапе онлайн-тестирования из 227 человек прошли в полуфинальный этап проекта главы Карачаево-Черкесии 160 участников. Сейчас они по установленному графику проходят контрольное тестирование. Таким образом, выявят талантливых людей-единомышленников, способных решать проблемы и предлагать лучшие варианты. Проблема может быть одна, но взглядов на нее множество, и пути решения также. Поэтому основная задача проекта «Кадровый резерв» – объединить людей вокруг одной темы и обучить их навыкам работы в команде при написании проекта, который в идеале, в короткий срок, может быть реализован на территории республики, а может и в масштабах страны. Начальник дирекции «Кадрового резерва» Ибрагим Татаркулов говорит о том, что основной принцип конкурса состоит в прозрачности и открытости. За счет чего она обеспечивается? В первую очередь за счет того, что действуют две платформы – «Кадры КЧРРФ» и «Кадры КЧРР.РФ». Участники, которые в феврале месяце подавали заявки, все они подавались электронно через платформу «Кадры КЧРР.РФ». Следует обратить внимание на то, что требования при подаче заявки были формальные. Это 21 год возраст. Помимо этого, законченное высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости. Также, помимо этого, следует обратить внимание, что вторым этапом это было онлайн-тестирование. Онлайн-тестирование также проводилось через платформу, которая в свою очередь является инновационной для Карачаево-Черкесской республики и Северказского федерального округа. Регистрация, инструктаж участников первой части полуфинального этапа проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв» проходит строго по графику – 90 минут для решения вопросов по всем блокам контрольного тестирования. Ходят по тем же самым блокам, по тем же самым направлениям. Единственный вариант тестирования – он любой другой, кроме того, который был в первый раз. За счет чего это обеспечивает? За счет того, что каждому участнику присваивается уникальный идентификационный номер, по которому тот вариант, который они получили в первый раз, не получают при дальнейших прохождениях контрольного тестирования. Затем, следующий этап – это второй подэтап полуфинального мероприятия. Он проводится при привлечении специалистов Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, также, помимо этого, Высшей школы экономики. При этом следует обратить внимание, что комплекс оценочных мероприятий имеет отношение и Санкт-Петербургский госуниверситет. Нужно отметить, что сама процедура прозрачности обеспечивается тем, что при прохождении контрольного тестирования, так же, как при онлайн-проверке, участник получает свои результаты моментально, а вся процедура конкурса ведется в прямом эфире. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В ходе реализации национального проекта «Спорт. Норма жизни» до конца года в республике будет открыто более 30 спортивных объектов. Одна из таких площадок уже строится на территории школы номер один в Карачаевске. Данная новость очень обрадовала как преподавателей, так и учеников. О том, как протекают работы, узнавал Аслан Гирюгов. Для учеников школы номер один имени Джатая Байрамукова новая спортивная площадка будет замечательным подарком перед началом учебного года. Она будет универсальной. На ней можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, ганбол и волейбол, а также в большой теннис. Помимо этого, можно будет проводить спортивные состязания между учащимися в более комфортных условиях. Для предотвращения травматизма предусмотрено резиновое покрытие, на котором сложнее упасть. Размерами она будет 30 метров на 60. Ограждение будет 3D, трехметровое ограждение. И как долго вы планируете? К концу недели завершить резиновое покрытие. В следующей неделе займемся ограждением. И тоже планируем к началу учебного года. Думаем запустить, если погодные условия позволят. Новая спортивная площадка будет сделана по всем современным нормам. Как отметила директор школы, она поможет детям готовиться ко многим городским и республиканским соревнованиям. Ведь школьники принимают в них активное участие. Часто завоевывают призовые места. Мы очень надеемся, что к 1 сентября, к юбилею нашей школы, в этом году нашей школе 90 лет, мы планируем отметить этот юбилей. И открытие спортивной площадки, конечно, внесет огромную, такую массивную роль в жизнь нашей школы. И в общественную, и в спортивную, и в учебной деятельности она нам пригодится. Огромное спасибо всем тем, кто старается, прилагает столько усилий для развития спорта и в нашем городе, и в республике. Стоит отметить, что за последнее время в республике становится все больше и больше спортивных площадок. Кроме того, в Карачаевске ведется реконструкция стадиона «Саулук». Площадок, подобные этой, в республике в ближайшее время будет более 30. И многие согласятся с тем, что это очень важно для подрастающих поколений, которое должно расти спортивным и здоровым. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева. Черкесия. Карачаевск. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Сердце матери». Субтитры подогнал «Симон»!